Вы, наверное, подумали, как Абай связан с вирусом и карантином. Мы знаем Абая как великого поэта, просветителя и человека, у которого отдельное место в нашей истории. Но в его время была болезнь, как нынешний коронавирус – чума. Это спецвыпуск Старих Марих, и сегодня мы рассмотрим, как Абай боролся с чумой в городе Семей. Но прежде чем начать, у меня для вас есть просьба. Можете, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить длинный комментарий. Это помогло бы в развитии канала и выпуска. А теперь начинаем. История взята из книги Мухтара Ауэзова «Путь Абая. Четвертый том. Глава во тьме». Примерно в 1892 году Абай прибыл в Семей по личным делам. Но по приезду он узнает, что в городе ходит страшная болезнь, от которой многие люди умирали. Чтобы все выяснить, он приглашает друга Павлова. Из-за того, что жена Павлова была доктором, то он рассказал Абаю о следующих вещах. По словам Павлова, чума появилась в Индии, распространилась на весь мир и пришла на нашу родину. Также объяснил, почему болезнь быстро распространяется. Я, пожалуй, тоже расскажу, как болезнь распространялась в то время. Когда человек умирал, то на его жаназа, похороны, приходило очень много людей. Жаназа – это намаз и дуга для умершего. Из-за того, что на жаназа скапливалось много людей, то некоторые заражались там чумой. А когда зараженный умирал, то и на его похороны приходила толпа. И там кто-то опять заражался. Таким образом, болезнь быстро распространялась. Кроме жаназа, умершему человеку проводили 7 дней и 40 дней. Там тоже собирается много людей. 7 дней и 40 дней – это намаз и дуга умершему спустя 7 и 40 дней со дня смерти. Вот так, из-за доброты и уважения к традициям, болезнь быстро распространялась среди казахов. Учитывая все это, Абай и Павлов приходят к такому решению. Для того, чтобы остановить болезнь, решили сократить количество людей на похоронах и приглашать лишь одного мулу. Чтобы донести это простому народу, Абай приглашает к себе мулу Сармула. Сармула же рассказывает, что из-за чумы некоторые мулы богатеют. Почему? Потому что после каждого обряда мулла получал деньги. Таким образом, Сармула дает знать, что будут люди, которые выйдут против идеи Абая. А Абай подробно рассказал Сармуле, что на похоронах нужно собирать меньше людей. Сармула в мечети все-таки рассказал народу, но против него вышли некоторые муллы. Причину я рассказал ранее. Они обвиняли Сармулу в том, что он ушел с истинного пути. Против Сармулы вышли и некоторые бизнесмены, так как их доход мог уменьшиться из-за того, что людей будет меньше. Некоторые же обвиняли самого Абая за то, что он ходит под русскими. Как мы видим, и в наше время есть такие люди. Некоторые, воспользовавшись моментом, продавали втридорого маски, а некоторые провожали людей за деньги через блокпост. А теперь снова вернемся к рассказу. Как я уже говорил, несмотря на то, что против Сармулы вышли некоторые муллы, большинство людей все-таки поддержали его. Таким образом, люди перестали массово собираться. Сляз на это, некоторые муллы видели в Сармуле врага, потому что их доход стал меньше. Но все равно, чума не сбавляла обороты, и чтобы узнать в чем дело, Абай пошел к жене Павлова и лично все спросил. Тогда Абай узнал, что вначале болезнь слишком распространилась и ее уже очень тяжело остановить. Теперь чума уйдет только с приходом холода. И еще он расспросил, что надо делать, чтобы не заразиться. Узнав все это, Абай ходил на рынке и рассказывал всем, как надо соблюдать гигиену, чтобы не заболеть. Из-за того, что антисептиков тогда не было, Абай велел мыть руки только горячей водой. Объяснил, что надо кушать только горячую еду и призывал людей массово не собираться. Так сказать, он хотел ввести мини-карантин в городе. Много говорил про чистоту. Благодаря этим мерам многие сохранили себе жизнь, переженного Бог пережет. А что случилось с Сармоллой? И вот те враги приходят к такой мысли. Чтобы остановить болезнь, они решают принести кого-то в жертву и выбирают Сармоллу. Таким образом, они убивают его. Спустя две недели погода начинает холодать и болезнь уходит. Бизнесмены и мулы хвастаются, что это заслуга принесения жертвы. Люди верят им из-за своей неграмотности. Вот так действия Абая и Сармоллы приостанавливают распространение болезней и сохраняют очень много жизней. Да, мы учим историю, чтобы не совершать ошибки прошлого. Поэтому почаще мойте руки и соблюдайте все правила. А если хотите помочь в развитии канала, то можете поддержать канал по ниже указанным реквизитам. С вами был Тарих Майях. Чаще полоскайте рот и нос. Всем спасибо. И еще. Жатарда. Си южатым дар. Всем пока.